В прошлый раз мы начали говорить про ординалы, и сегодня мы еще немного поговорим про ординалы. Значит, давайте вспомним, с определением мы начнем. Еще раз мы напишем, что такое класс ординалов, значит, альфа принадлежит классу ординалов, это означает вот такую формулу. Что альфа транзитивно или, то есть и любой элемент альфа транзитивен. И любые элементы альфа сравнимы по принадлежности. Было x, y, принадлежащего альфа, x принадлежит y, или y принадлежит x, или x равно y. Ну, это, конечно, там расшифровывается как-то, это не совсем формула, немножко сокращенная запись, но дальше уже все восстанавливается легко. Вот, поэтому, вот в этом примере тоже видно, что мы можем про класс здесь не говорить, а просто говорить про свойства, что значит, что альфа ординал. Вот это здесь написано, это некоторая форма. Вот, ну, тем не менее, с классом, конечно, это немножко покороче все выражается. Это определение предполагает, что у нас есть аксиома регулярности. Без регулярности нам придется еще говорить дополнительно, что, значит, отношение и рефлексивно, вот, и имеется минимальной в любом множестве. То есть, собственно, то, что регулярность, те свойства, которые аксиома регулярности уже постулирует, придется это сюда в это определение заложить. Ну, и что мы знаем про этот класс? Что мы уже доказали, что класс ординалов индуктивный. То есть, вместе с любым элементом содержится альфа с плюсом и транзитивный класс. То есть, элемент ординалов, снова ординалов. Кроме того, мы еще установили, что множество натуральных чисел, которые определяются как наименьшее индуктивное множество, оно тоже оказывается ординалом. Ну, на самом деле, мы формально там не все доказали, но тут я сослался на обязательный курс. Впрочем, этот материал, который мы рассказываем, он тоже содержится в обязательном курсе. Но я уже говорил, что это появилось только в лекциях последнего года, поэтому действительно не все это могли слышать раньше. Так, давайте дальше еще кое-что докажем про ординалы. Следующая лемма 3.1. Утверждает, что включение ординалов – это на самом деле принадлежность или равенство. Альфа, значит, для ординалов альфа и бета, альфа под множество бета, тогда и только тогда, когда альфа принадлежит бета или альфа равно бета. Так, минуточку. Ну, действительно, значит, в одну сторону, справа налево, это, я думаю, очевидно. Да, почему это справа налево верно? Вопрос к слушателям. Ну, если вдруг альфа совпадает с бета, то очевидно, что альфа является под множеством бета. Да. А если альфа принадлежит бета, то так как бета ординал, альфа тогда содержится в бета. Ну, это что за свойство, что элемент является под множеством? Элемент, да. Это что за свойство? Как это называется? Ну, транзитивность. Да, значит, справа налево тут совсем легко, но слева направо тут немножко нужно побольше рассуждения. Значит, в эту сторону доказываем. Итак, мы предполагаем, что альфа строго содержится в бета, содержится и не равно. Вот. И хотим доказать, что альфа принадлежит тогда в бета. Так, значит, для этого мы от противного будем доказывать. Возьмем, значит, пусть это не так, тогда, ну, вернее, нет, значит, получим. Значит, альфа строго содержится, значит, следующая картина у нас. Если вот их нарисовать так. То вот здесь у нас. Вот это бета. Больший орденал, так сказать, как подножество. Вот это альфа в нем, часть. Вот это альфа. И возьмем здесь вот орденал гамма, который наименьший в оставшейся части. Значит, гамма – это наименьший из бета минус альфа, из этого подножества. Ну, мы уже знаем, что орденал – это вполне порядочное множество по принадлежности. Значит, там есть наименьшее в этом. А это множество не пусто. Вот. И, значит, будем доказывать, что гамма равно альфа. Вот это, собственно говоря, и нам даст даже больше. Вот. Докажем, что гамма равно альфа. Это даст нам, конечно, ответ. Значит, во-первых, мы заметим, что альфа, так, что альфа содержит, является подножеством гамм. Почему это так? Давайте поймем. Нам нужно показать, что если дельта принадлежит альфе, вот здесь какой-то дельта есть, если дельта принадлежит альфе, то дельта принадлежит гамме. Ну, теоретически, конечно, могут быть несколько вариантов. Дельта принадлежит гамме или дельта равно. Или дельта или гамма принадлежит дельта. Поскольку дельта и гамма оба являются элементами бета, то они по принадлежности сравнимы. Вот. Значит, этот случай нам подходит. Вот. А эти случаи на самом деле невозможны. Почему? Чему не может дельта равняться гамме? Скажите, пожалуйста. Максим регулярности. Как по аксиоми регулярности? Если дельта равно гамма, то гамма принадлежит альфа, значит, гамма принадлежит гамма. Ну, да. По транзитивности, да? Тогда получится, гамма принадлежит альфа. Нет, здесь совсем просто. Совсем тривиально просто. Гамма принадлежит альфа. Вот. И по транзитивности, значит, гамма принадлежит гамма. Вот. Значит. Так. Ну, а это тоже не бывает. А это почему не бывает? Значит, это противоречие. С регулярностью. А здесь почему не бывает? Нет. Ну, тоже. Гамма принадлежит дельта, дельта принадлежит гамма. Ну, да. Дельта принадлежит гамма. Ну, и это тоже совершенно недопустимая история. Ну, или там по-другому. Ну, в общем. Гамма не может принадлежать альфе. Иначе тут гамма принадлежит гамме. Ну, вот это вот. Вот. Так. Значит. Нет. Вернее, это мы доказываем. Но, в общем, тут получится. Это все. Так. Значит. Таким образом, если дельта принадлежит альфе, то дельта принадлежит гамма. Только один вариант остается. Значит. Это противоречит регулярности. Так. Ну, хорошо. Значит. В эту сторону мы поняли. Теперь давайте поймем, почему в обратную сторону. Почему гамма содержится в альфе? Вот. Значит. Возьмем теперь дельта из гамма. Которая не принадлежит альфе. От противного будем доказывать. Так. Я теперь другим цветом это нарисую. Эту дельту можешь забыть. Давайте другую буквку возьмем. Сейчас. Сейчас. Какую-нибудь возьмем. Вот тут вот элементик, который между ними сидит. Значит. Вот это какой-то будет эпсилон. Значит. От противного. Пусть. Эпсилон. Принадлежит. Гамма минус альфа. Вот. Тогда это эпсилон принадлежит бета минус альфа. Потому что гамма меньше. Ну, оно и элемент, значит, подножь. Значит. Принадлежит бета минус альфа. Вот. Вот. Но тут вот тогда получается тоже неприятность. Потому что мы гамма взяли самый маленький. Вот. В этом. Поэтому получается тогда, что эпсилон равно гамма. Или гамма принадлежит эпсилон. Так мы строили. Значит. По определению гамма. Вот этого гамма. Который взяли самый маленький здесь. Вот. Ну, и это тоже дает немедленно противоречие. Потому что тут. Ну, это тоже вы скажите, пожалуйста, почему. Возникает противоречие. Это невозможно. Это невозможно. И это невозможно. Так. Ну, еще может кто-нибудь скажет. Это все один и тот же человек. Так. Ой. Секундочку. Тут в чате кто-то. Там противоречие будет с выбором гаммы. Так мы ее специально выбирали так, чтобы она не принадлежала альфе. Ну, гамма не принадлежит альфе. Да. Ну, и что? Это Игорь пишет. Да. А почему будет? Что значит это было давно? Нет, гамма не принадлежит альфе. Да. Ну, и что? Не принадлежит альфе. А, про предыдущее. Все, я все понял. Да, да, да. Так, скажите, пожалуйста, значит, может быть, кто-то еще все-таки сейчас в этом месте. Ну, тут тоже тривиальное некоторое место. Да, значит, скажите, пожалуйста, ну тут совсем легко сообразить. Почему этого не может быть, и этого не может быть. Посмотрите. Так, кто-нибудь с микрофона может ответить. Я вообще не вижу участников. Я вообще не вижу участников. Последний не может быть по аксиоми регулярности. Так, это Игорь пишет. Последний, ну, конечно, не может быть по аксиоми регулярности. Значит, что в первом случае тут получается гамма принадлежит гамме. Просто немедленно. А здесь гамма принадлежит эпсилу, на эпсилу принадлежит гамме. Ну, в общем, тоже транзитивность этого. В общем, тривиально это все тоже невозможно. Таким образом, гамма равно альфе. Вот. Ну и, собственно, что тогда получается? Все получается то, что мы хотели. Потому что у нас получается, что альфа принадлежит к БЭТе. Да? Это вот минимальный. Значит, сейчас... Вот это вот, значит, эпсилон тут нужно стереть. Вот это вот, ну, его нет на самом деле. Никакого эпсилона тут. Зазора нет. Вот эта гамма, которую мы построили, самый маленький из того, что здесь осталось, это в точности альфа. Это вот как раз он состоит из всех меньших. И это наш ординал альфа. И он будет элементом обязательно БЭТа. Вот, собственно, что мы установили. Так. Ну вот на этом я так долго останавливался. И теперь дальше. И теперь дальше. Следующая лемма. Лемма. Цвет поменялся, но давайте уж я не буду сейчас пока переключать. Сравнимость ординалов. Значит, любые два ординала сравнимы по принадлежности. Ну, или они равны, конечно. Это бы, конечно, легко получилось, значит, давайте заметим, если бы мы уже знали, что эти ординалы являются элементами какого-то другого ординала. Но априорно мы этого не знаем. Вот. Пока мы вот эту лему не доказали, это доказать утверждение само по себе не очень понятно как. Вот. Но эта лемма следует из предыдущей совсем легко. Значит, смотрите, что здесь получается. Вот предыдущая лемма говорила, что мы можем вместо принадлежности говорить о включении. Поэтому нам на самом деле достаточно доказать следующее, что либо альфа содержится в бета как подмножество, либо бета содержится в альфа. Ну и тогда по той лемме у нас получится то, что нужно. Почему это так? А вот это у нас получится следующим образом. Давайте предположим, что это не так. Вот. Значит. Пусть тогда у нас что возникает? Два ординала находятся в общем положении. Тогда у них есть пересечение как множество. И это пересечение будет строго содержаться и в альфе, и в бета. Вот что получится. Но тогда у нас получится, что опять же по той же лемме, если ординал, ну, вернее, нужно, конечно, показать, что это ординал. Давайте это скажем. Значит, гамма принадлежит, гамма является ординалом. Почему? Ну, это легко проверяется. Все его элементы, значит, это транзитивное множество, потому что всякий его элемент, это элементы альфа и бета, значит, он под множество, вот, значит, транзитивно, вот, всякий его элемент, как элемент альфа, транзитивный тоже, x-транзитивно, и, значит, элементы сравнить, ну, потому что тоже это в альфе и бета есть. Вот, значит, это тоже ординал. Ну, раз это ординал, и он содержится и в альфе, и в бета, то по лемме 3.1 у нас получается, что он принадлежит и альфе, и бете. Значит, он принадлежит пересечению альфа и бета. Естественно. Но это как раз и есть само гамма. И здесь получается противоречие. С регулярностью снова. Вот. Таким образом мы установили сравнимость ординалов по принадлежности. А отсюда мы получим уже такое свойство. Теорема 3.3. что, ну, во-первых, принадлежность на классе всех ординалов вполне упорядочен. Ну, здесь мы говорим о вполне упорядочении класса. Но это точно так же определяется. Значит, сейчас мы на этом остановимся немножко на определении. И второе. Отсюда сразу получится, что класс ординалов собственный. Что такое вполне упорядоченный класс? Ну, вот это вот свойство какое. Значит, давайте его попробуем сформулировать. Так, здесь опять вопрос к слушателям. Так, кто у нас с микрофоном? Тут опять что-то вот у нас. Так, можете сказать, вот, Саша Сергеевна? Ну, если класс вполне упорядоченный, значит, на нем есть отношения. Да, ну, вот тут вот, значит, вот мы говорим вот так, что это вполне упорядочение. Ну, то есть оно иррефлексивно, транзитивно. Иррефлексивно мы знаем, что принадлежность иррефлексивна. Правильно, это значит... Самое главное, что для любого непустого подмножества... Для любого С, которое подмножество класса ординалов, ну и давайте напишем, что оно не пустое, да, существует... Существует такое Х, принадлежащее С? Ну, я напишу альфа, принадлежащее С, да. Хорошо, что для любого БЭТа... Для любого БЭТа... Из С, наверное, да? Да, БЭТа у нас из С. Либо Х, либо альфа и БЭТа совпадают, либо они в отношении. Да, то есть альфа равно БЭТа... Или принадлежит БЭТе. Или альфа принадлежит БЭТе. Вот так. Вот, то есть это, получается, у нас есть наименьший по принадлежности. Вот, в любом непустом множестве. Но откуда это следует? Теперь это уже на самом деле очевидно. Из всего предыдущего. Как найти такое, альфа? Так, ну, слушатели, мало. А вот Андрей, вы можете сказать? Или у вас нет микрофона? Андрей, вы можете сказать? Включает? Ну, мы, кажется, уже показали, что пересечение ординала в ординал, да? Ну, пересечение ординала в ординал, но здесь нам нужно пересечение уже огромного множества ординалов. Это не даст. Вот. Значит, нужно вспомнить. Вполне упорядоченнее у нас. Из чего вообще может получиться? Мы это говорили, когда обсуждали в ординале вполне упорядоченнее. Почему принадлежность вполне упорядочивает каждый конкретный ординал? На прошлой лекции было. Так, ну что? Забыли. Регулярность здесь нужно использовать. Вот этот альфа нужно взять минимальный. Так, минутку. Кто-то тут говорит. По аксиоме регулярности... Вот, Игорь правильно пишет. По аксиоме регулярности можно выбрать минимальный. Вот его выбираем. Вот. Значит, и этот альфа, он будет на самом деле наименьшим. Ну вот, Саша, скажите, пожалуйста, еще раз, почему. Значит, альфа минимальный. Вот это S. Вот альфа, ниже которого ничего нет. Из S. Здесь уже вот S сюда не залезает. Почему тогда вот это свойство в оконках? Вот не может так быть. Ну, вернее, если этот бета есть у вас, то тогда он обязательно обязательно вот так. Ну, во-первых, бета и альфа будут сравнимы. Вот. Из-за этого, конечно, они сравнимы. Меньше он быть не может, равен он быть может, ну и, соответственно, альфа может принадлежать друг. Но меньше он быть не может, потому что мы взяли минимальный. Все правильно, да. Значит, из сравнимости уже сразу следует вполне упорядоченность благодаря регулярности. и транзитивности этого класса. Так. Ну, хорошо. Значит, теперь на самом деле верно более сильное утверждение. Ну, можно в порядочении определить так, но на самом деле верно более сильное утверждение, что если X не пустой под класс ординалов, тут мы не можем писать для любого, потому что это некорректное будет, значит, запись мы не можем квантор по классам, но для каждого конкретного класса, который под класс ординалов и не пустой, выполнено следующее, что существует тоже альфа в этом классе, ну и такой, что альфа минимальный. Я не буду это переписывать, это аналогично вот так. Фу, пишу плохо. Наименьший из линейной, линейности порядка. Да, Y все правильно пишет. Так, минуточку, 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 сейчас. не минимальный, а наименьший, нужно сказать. Ну, впрочем, это в данном случае, как мы уже отметили, одно и то же. Почему в каждом классе уже ординалов есть наименьший? Давайте это поймем. Вот тут было множество, а у нас вот какой-то совсем огромный класс. Что нужно сделать? X. Довольно простой соображение. Здесь можно. Так, ну, Иван, может быть, вы снова скажете? Ну, например, можно взять любой элемент X и взять все, которые его меньше. Да-да-да-да. Вот это уже будет множество. Значит, нужно взять элемент из X какой-нибудь, выбрать, вот, и взять, значит, все, которые его меньше. То есть, на самом деле, вот так вот нужно взять. Альфа переченое с X. Вот. Это уже будет подножство по аксиоме выделения. В нем взять наименьший. И тогда он, как можно заметить, в S, и он тогда наименьший будет. Вот. Как легко понять. Но это я пропущу. Это, так сказать, уже довольно понятно. Так. Значит, теперь, что мы дальше еще должны сказать? Почему этот класс собственный? Вот. Собственный он класс. Это уже простое соображение. Вот это второе утверждение. То, что называется соображение, которое называется парадокс Бурали-Форти. в обязательном курсе это все было, конечно, но придется напомнить. Вот. Если бы мы предположили, что значит, какое рассуждение. Допустим, что это не класс, а множество. Но тогда получится, что это множество, в нем отношение принадлежности, его вполне упорядочивает. Тогда это множество само является орденалом. По всему предыдущему. Вот. И тогда оно, это множество принадлежит самому себе. Вот. Такого быть не может по аксиоми регулярности. Ну и все. Вот. следовательно, вот действительно мы получили еще один пример собственного класса. Так. Теперь, давайте, начиная с этого момента, будем писать для орденалов меньше тоже вместо принадлежности, поскольку это действительно совершенно законное отношение порядка, которое на всех орденах определено. Значит, мы будем это вот тоже так писать. Вот. Альфа меньше равно бы это, соответственно, это, как мы только что установили, это все равно, что альфа подмножество. Так. Теперь следующее, что мы заметим лемма 3-4 про орденал альфа с плюсом. Значит, альфа с плюсом это наименьший из орденалов, которые больше альфа. то есть следующий занятий. Ну, это тоже очень просто получается из предыдущего. Опять же, это часть обязательного курса, но давайте быстренько восстановим. Во-первых, почему альфа меньше альфа с плюсом? Откуда это следует? Так, ну, у нас значит, микрофоном только двое участников, насколько я понимаю, поэтому придется вам теперь за всех. Так, а вот кто-то это уже написал, Игорь, альфа элемент альфа с плюсом. Да, конечно, Игорь правильно написал. Вот, альфа элемент попрыти. Так, хорошо. Значит, это тривиаль. теперь следующее, что нужно сказать, что он наименьший. Значит, если альф меньше бета, то альфа с плюсом меньше или равно бета получается. Вот это надо доказать. Ну, мы это докажем от противного. Тут у нас теперь уже меньше можно с ним обращаться как с линейным порядком. Значит, если это не так, то бета меньше альфа с плюсом тогда получится. Но альфа с плюсом это у нас альфа и еще вот такое. А меньше это принадлежность. Значит, в первом случае у нас получится бета меньше альфа и это противоречит тому, что альфа меньше бета. А во втором случае получится, что β равно α. Это тоже противоречит тому, что α меньше β. Ну и все доказано. Значит, поэтому у нас действительно так. То есть вот это действительно следующий за α орденал. Ну и дальше мы даем определение предельного орденала. Это орденал, который не предстоим в таком виде. Альфа предельный. Если для любого β α не равно β с плюс. То есть у него нет предыдущего. Ну и значит следующая лемма. Дает другое эквивалентное определение предельного орденала. 5. Альфа предельный. Тогда и только тогда. Альфа предельный. Тогда и только тогда, когда α совпадает с собственным объединением. Ну тут, значит, во-первых, нужно сразу заметить, что объединение α содержится в α. Это всегда верно. По какой причине? Так, вот тут снова. Транзитивность. Это, значит, действительно правильно. Значит, это эквивалентное определение транзитивности. Транзитивность. Так, сейчас. Что ж? Немножко. Сейчас. Вот. Значит, это всегда. То есть мы можем просто написать вот такое условие. Вот, то есть этот орденал, он меньше или равен, но вот если он в обратную сторону включим. Так, ну давайте это установим. Значит, во-первых, во-первых, что... Альфа предельный, мы докажем, значит, вот что мы докажем сначала. Первая часть и потом уже нет. Что если α имеет максимальный, то α не предельный. Ну, на самом деле вот что мы докажем. Что если α, если максимальный элемент α равен β, то α равно β с плюсом. Вот что мы докажем. Вот такая вот картиночка. Альфа. Значит, здесь у нас β, который самый большой в нем. И вот это вот все α, это равняется тогда β с плюсом. То есть это следующий вот орденал. Ну, это тоже довольно понятно, но давайте это аккуратно проверим. Значит, во-первых, поскольку β элемент α, значит, тогда β меньше α, альфа, значит, тогда получается, что β с плюсом меньше L равно α. Вот. Это мы уже знаем, это лема 3-4. Потому что β с плюсом, это он самый маленький из тех, который меньше. Который больше, да. То есть альфа больше, значит, β с плюсом меньше и равно L. Вот. Кроме того, не может быть β с плюсом меньше α, потому что тогда получится противоречие. Не может быть такого. Потому что β мы взяли максимальный. А β с плюсом еще больше, значит, он не может быть. Ну, это все равно, что не принадлежит. Вот. Он не может быть элементом α. Значит, по выбору β. Ну, и следовательно, вот из этого получается, что β с плюсом равно α. Вот. Значит, если α имеет максимальный, то он непредельный. Ну, и наоборот, если α не имеет, если α не предельный, то имеет максимальный, потому что, естественно, вот это вот в обратную сторону тоже получается. Если α равно β с плюсом, то, конечно, максимальный его элемент равен β, конечно, получается. Потому что в β с плюсом, что там? Значит, там предыдущие у него β, все остальные меньше. Вот. Все остальные элементы β с плюсом, они являются элементами β. Поэтому это тоже очевидно. Ну, вот. Значит, таким образом, верно в обратную сторону мы получили вот так вот. Ну, и теперь остается понять, что α не имеет максимального тогда и только тогда, когда вот это не выполнено. α не имеет максимального тогда и только тогда, когда α равен своему объединению. Ну, или тут даже мы говорили, что нам нужно только в одну сторону включения, то есть α. альфа, значит, содержится в объединении. Альфа содержится в объединении. Ну, это довольно понятно уже. Что вот здесь говорится, что альфа, любой элемент α является элементом еще какого-то элемента. это элемента элемента, значит, вот так вот. То есть, вот это вот условие означает, что для любого элемента существует большее, то есть нет максимального. Ну и все. То есть, вот мы показали вот такое условие, которое полезно. Так. Следующее, что мы сделаем. Давайте на следующую страничку перейдем. Теперь мы докажем принцип трансфинитной индукции. Теорема 3.6. Вот трансфинитная индукция. Это похоже на обычную индукцию. Если бы мы ее формулировали как, значит, возвратную индукцию. Есть два варианта. От числа к следующему или от всех предыдущих и да. Вот. Вот так этот принцип формулировался. Если у нас есть подкласс класса ординалов. И выполнено следующее свойство. Для любого альфа. Если все меньшие альфа принадлежат. Альфа принадлежат. Х. Вот из этого следует, что альфа принадлежит Х. То есть. Содержит. Х содержит любой ординал. Вместе со всеми меньшими. Вот. Тогда из этих двух условий следует, что Х. Х совпадает с классом всех ординалов. Ну вот это условие мы можем написать вот так. На самом деле. Альфа под множество Х. Вот это вот так. Поскольку принадлежность это у нас меньше. Значит. Любое ординал, который является под множеством, является элементом Х. Вот тогда Х совпадает с классом всех ординалов. В действительности в таком виде, значит, эта индукция не очень применяется. Она на самом деле полезно рассматривать разные случаи. Когда у нас ординал предельный. Когда непредельный. Ну, это, значит, уже следовать будет из этой общей формы. Доказательство. Доказательство совсем простое. Значит, нужно взять наименьший элемент. Значит, пусть Х не равно классу всех ординалов. Нужно взять наименьший элемент дополнений. И тогда, что получится? Получится противоречие. Потому что все меньше его уже будут. Все меньше его уже окажутся принадлежащими Х. Вот, поскольку он наименьший. Ну и, следовательно, по этому условию тогда получится, что Альфа тоже принадлежит Х. Тут немедленно получается противоречие. Вот. Это все понятно. Ну и теперь мы, значит, следующая теорема о рекорсии. Это вот главное, что нам сегодня остается еще сделать. Теорема о рекорсии. Сначала давайте поговорим про ограничение функции. Значит, сужение функции на множество. Значит, Ф – это функция. Пусть Ф – функция. Вот. Что такое сужение функции на Х? Ну, нужно, как сказать, значит, нужно взять, допустим, что Х – это подножие области определения. Так, ну, как это определить, скажите, пожалуйста. Так, ну, вот тут уже написать это трудно, поэтому, значит, в чате. Так, Саша, скажите, пожалуйста. Я что-то немного не понял. Что такое сужение функции на подножность? Ну, вот у вас, вот у вас функция задняя где-то. Неизвестно где, на классе. А вот Х. Как определить вот то, что вот здесь вырежется? Ну, это будет такая же функция, только уже из множества Х. А как это вот в терминных принадлежностях написать? Сейчас я подумаю. Значит, функция – это у нас множество пар. Вот тут я плохо рисую. Это сейчас. Давайте уберем. Х. Ну, можно сказать… Вот эта часть. Множество таких пар. Х и Y. Ну, и не там. Как-то по-другому. Сейчас, сейчас, сейчас. Такие пары, что первая координата из Х. Да. Правильно. Множество таких пар. Ну, давайте напишем. А, Б, да. Принадлежащих Х. Да. Таких, что А принадлежит Х. Да. Вот так. Да. Совершенно верно. Вот. Ну, и, значит, Лемма… Простая. Утверждает, что это всегда множество. Множество. Вот. Как это получить? Как это заметить? Значит, дело в том, что вот это вот… Оно равняется на самом деле. Равняется F. Значит, нужно взять все пары из F, вот они, и пересечь вот с этим столбиком, вот это вот, который вот здесь вот у нас нарисован, вот с этим. Значит, этот столбик, это класс, который получается, значит, это пары, у которых на первом месте Х, собственно, вот так вот. То есть это F, пересеченное вот таким вот классом Х на В. Ну, хорошо, почему это множество? Потому что на самом деле тут не Х нужно взять на В, а вторые координаты нужно посмотреть. А вторые координаты – это множество значений F. То есть на самом деле здесь F, пересеченное с Х на множество значений F. РНГ от F. Вот. А множество значений нам тоже не нужно все, а нужно только те значения, которые из Х получились. То есть на самом деле вот это равняется F, пересеченное вот с таким классом Х. Декартовое произведение F от Х, как образ. Вот что это такое. То есть здесь, значит, нужно взять такие пары, у которых на первом месте Х, а на втором месте могут быть значения функции F на множестве Х. Это некоторое множество. По аксиоме подстановки. Ну и Декартовое произведение, как мы тоже знаем, это множество. Вот. И, соответственно, теперь аксиома выделима. Используем F, пересеченное с множеством. Значит, в результате получается действительно сужение, это множество. Но это маленькое измечание. Так, а теперь, собственно, теорема рекурсии. Теорема 3.8. Значит, пусть... Что там дано? Дана функция класс из V в V. То есть просто произвольная функция. Всюду определенная функция класс. Вот. Тогда утверждается, что существует единственная F, определенная на ординалах. то есть вот такого гидрофункции. Со следующим свойством. Чтобы для любого ординала значение ее вычислялось с помощью предыдущих вот таким образом. Значит, нужно взять функцию G и применить к сужению F на этот ординал. Вот. Вот такое вот условие. Ну, сначала по формулировке. Это, конечно, названо теоремой, но это не теорема, формально это не теорема нашей теории множества, а это целая схема теоремы. А именно здесь как это надо формулировать? Что если у нас дана функция, то есть некоторая формула, то тогда можно построить другую форму, которая определяет вот эту функцию. А единственность означает, что такая не формула единственная, а все функции, которые будут этой формулой задаваться таким образом, они обязаны совпадать. Вот. Значит, для каждой конкретной функции G все функции, которые обладают этим свойством, будут совпадать. Так. Ну, это, это, значит, таким образом, это не теорема, а метатеорема, но мы, значит, ее доказываем, конечно, предполагая, что конкретная функция G задавна. Так. Доказательства. Ну, немножко такое хитроумное, но на самом деле оно достаточно понятное, тем не менее, что мы тут делаем. Значит, мы эту функцию F большое строим с помощью некоторого класса функций. Значит, доказательства. Определим некоторый класс, класс функций, которые вот таким образом себя ведут. значит, это класс всех функций. Ну, теперь уже мы не можем сказать, что определенных на, на всем классе ординал. А класс функций, определенных на ординалах уже, таких, что выполнено вот это свойство. Для любого альфа из дом F F маленькая от альфа равняется G от сужения. Вот. Такой класс мы построим. Это вполне корректное построение класса. Ну, класс это класс, что тут просто некоторая формула. Вот. И мы некоторые свойства для него докажем. Во-первых, мы заметим, что если даны две функции из C, то они сравнимы по включению. А что такое функция сравнима? Это на самом деле функция, что пара, значит, одно множество содержится в другом. Это фактически означает, что одна функция продолжает другую. Значит, ну, или можно сказать это по-другому, что все функции в классе C согласовываем друг с другом. Но, действительно, почему так получается? Давайте рассмотрим эти две функции. Они определены на ординалах. Значит, пусть это ординал, и здесь тоже ординал какой-то. Вот. Эти ординалы, как мы знаем, уже доказали сегодня, что они сравнимы. Ну, давайте, допустим, что альфа подножство в это. Вот. Тогда мы докажем, что F содержится в G. ну, и это достаточно. Второй случай аналогичный. Так, вот это вот мы будем доказывать. Сейчас я тогда сейчас закончу. Вот. И почему это так получается? Значит, нам нужно показать вот что. Что если гамма принадлежит альфа, то F от гамма равняется G от гамма. Если это не так, то тогда найдется такой гамма, на котором эти функции разойдутся. И возьмем наименьший. Значит, то есть от противного доказываем. гамма это минимальный для которого функции отличаются. Ну, и дальше получается тогда противоречие, потому что F от гамма равняется, мы можем написать с одной стороны F от гамма. F от гамма равняется по вот этому определению класса это G от сужения F на гамма. То же самое с G маленьким. сужение. И вот эти два равны, потому что на самом деле мы взяли гамма наименьшее, на котором функции расходятся, а для всех меньших функции совпадают. То есть, их сужение на гамма для всех элементов гамма, то есть, для всех меньших, они совпадают. Поэтому их сужение на гамма совпадают, ну, и здесь получается тогда сразу противоречие. Значит, все доказано. Любые две функции друг с другом сравнивают. Так, дальше мы что можем заметить? Второе свойство, что если мы возьмем объединение этого класса, то получится функция. Ну, действительно, если у нас имеются две пары из объединения, значит, пусть у нас есть две пары, x, y принадлежит к классу, значит, какой-то функции f из этого c. Принадлежит объединение, значит, какой-то функции. И если есть точка еще такая, x, y, штрих, тоже попала куда-то в это объединение, значит, она попала в какую-то другую функцию уже из c. вот, тогда, значит, мы знаем, что они сравнимы. Ну, допустим, если у нас f содержится в g, то тогда у нас две пары эти оказались внутри одной функции. И тогда у них y тоже должны совпасть. Поэтому у нас не может тут быть расхождение. При одном x не могут различить получиться как раз из-за того, что функции согласованы. Третье, что мы заметим, что область определения этой функции как раз равна классу всех ординалов. То есть то, что мы собственно хотели. Потому что если взять ординал, который наименьший, не принадлежащий, не принадлежащий области определения, тогда мы можем построить функцию, получить противоречие. Значит, можно построить функцию из c, у которой область определения равняется альфа с плюсом. И тут сразу получается то, что значит у нас не может такого быть. Значит, ну вот давайте это возьмем. Значит, f от бета возьмем f большое от бета, если бета меньше альфа. Вот такое возьмем. Да, для бета меньшего альфа f большое у нас определен. Вот. А f от альфа положим f от альфа положим g большое от f суженное на альфа. Ну, и это, конечно, получится, поскольку f большое и f маленькое на альфе совпадают, естественно, на всех меньших, вот, значит, то тут получается у нас что это то же самое, что g от f суженное на альфа. То есть, тут вот видно, что f маленькое, которое мы построили, получается, что f принадлежит c. Так. ну, значит, что мы получили, что альфа принадлежит области определения некоторой функции из c, вот, и значит, оно принадлежит области определения f. Области определения g. потому что f маленькое, оно из c, но явно большое захватывает эту функцию f маленькое. Вот, ну, и тут немедленно получается противоречие. Таким образом, функция f действительно определена на всех ординарах. Ну, и теперь остается еще заметить последнее, что она та, которая нам нужна. У нас там еще было вот свойство, давайте я сейчас вернусь. Вот оно, вот это свойство, вот это нужно проверить. Ну, оно следует из определения класса c, но давайте это все-таки аккуратно напишем. значит, четвертое, что мы должны установить, что для любого альфа класса ординалов f большой от альфа равняется g большое от f сужения. Ну, это получается из-за того, что f большое от альфа равняется f маленькое от альфа для некоторого f из c. Потому что f большое, оно склеивается из этих функций, значит, в точке альфа оно совпадает с какой-то. Вот. Ну, тогда для любого бета из альфа у нас f от бета кроме того равняется f маленькое от бета, потому что альфа содержится в области определения функции f маленькое. Вот. Оно принадлежит, значит, содержится. А в области определения функции f это ординал. Вот. Вот. Заметим, что это в ординал. Сейчас он содержится. Вот. Значит, поэтому функция f большое, она ведет себя так же, как функция на этих элементах. Большое так же, как f маленькое. Вот. И, следовательно, что мы получаем? Что f большое ограниченное на альфа, вот это вот что же здесь сказано. Такое же, как f маленькое ограниченное на альфа. Так, это не нужно. Отсюда следует, что f маленькое от альфа, вот давайте теперь посмотрим, f маленькое от альфа, по свойству класса c, это по свойству класса c, это g маленькое, g большое сужение. Вот. Ну, а тут написано, что можно прийти к f большой. То есть, мы, собственно, и доказали, что хотим. И, наконец, последнее, что f большое единственное, это вот я оставляю в качестве украшения. Ну, действительно, тут уже довольно легко понять, что другой такой функции построить нельзя. Так, ну, и теперь я еще напишу, у нас осталось буквально несколько минут, но я напишу тот вариант рекурсии, который нам в действительности нужен. следствие 3.9. Пусть дана функция h и пусть дан некоторый орденал. Тогда существует единственная функция f определенная на орденалах со следующими свойствами. В нуле она равна альфа нулевому. f от альфа с плюсом равняется h от f от альфа для любого орденала. То есть следующий вычисляется значением функции на следующем орденале вычисляют с помощью h, а на предельных орденалах для любого орденала лямбда предельного вычисляется как говорят иногда по непрерывности. То есть f от лямбда есть объединение всех значений функции ну или можно сказать предел во всех меньших точках. Вот это условие как обычно применяют построение по рекорд доказательство это оставляется вам как упражнение значит нужно по этой функции по этим данным построить функцию g как определение рекордs ну это не так трудно сделать нужно объяснить как строится g исходя из всего такое упражнение на этом нам нужно будет сегодня остановиться я хотел еще иерархию фонемина рассказать но это уже в следующий раз так есть ли у вас вопросы в следующий раз